Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной топовой недели. Очень надеюсь, что эти выходные прошли хорошо, надеюсь, что вы смогли собраться с силами, поскольку впереди у нас довольно насыщенная неделька, мы готовимся к инаугурации Трампа. Напомню, что это 20 января, а до этого у нас еще будет несколько важных макроэкономических отсчетов, которые обязательно скажутся в динамике двух основных инструментов рынка Форекс, это доллар и евро. В частности, говоря про американскую валюту, у нас впереди данные по инфляции, индексу потребительских цен, я об этом отчете еще расскажу. Что касается евро, то впереди у нас заседание Европейского Центрального Банка, потенциальный пересмотр основных параметров денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования и ставка по депозитам. И замыкать этот новостной фон по ЕЦБ будет пресс-конференция председателя европейского регулятора Марио Дорраги, который сейчас может стать основным импульсом, будем надеяться, коррекционным для главного валютного риска. Но обо всем по порядку, я думаю, что по мере движения в рамках этой недели и по факту того, как мы будем подбираться к этим отчетам, мы будем уделять больше внимания. Сейчас начнем, как и всегда, с рынка нефти. Здесь я хочу поддержать, скажем, настроение тем трейдерам, которые, как и я, делают ставку на коррекцию, потому что мы наконец-таки увидели очередное закрытие с минуса. Мы самое главное, неделька-то тоже у нас минусовала. То есть по бренду WTA, я думаю, что потери были около 3%. Это неплохо, конечно же, поскольку такое снижение, оно может в порядке сохранения импульса быть продолжено и дальше. И хорошо то, что новостная картина в целом этому также способствует. Если мы говорим про закрытие с понижением, клоус пятницы 55-56 сейчас актив на том же самом уровне. В принципе, если отметить предпосылки для снижения, ясно то, что если нефть корректируется, значит снова речь идет о ухудшении настроения по поводу сделки ОПЕК и сомнения в том, что она будет соблюдаться. Здесь важно отметить то, что трейдеры сомневаются не в том, что участники рынка сейчас перестанут соблюдать все условия сделки. Нет. Нет убежденности и уверенности в том, что соблюдение сделки будет осуществляться вот так же тщательно и скрупулезно, как это делается сейчас дальше, ну скажем, под конец первого квартала 2017 года. Для дополнительных продаж, что можно использовать в качестве топлива для такой идеи? Это, конечно же, наши любимые регионы, которые сейчас создают риски дополнительного предложения. Я не буду повторяться в целом, почему и как, если будет новая статистика, расскажу. Но регионы это Ливия, Нигерия и Соединенные Штаты Америки. Вот актуальный новостной фон и обновленная статистика по штатам. У нас был под закрытием недели еще один релиз, Бейкер Хью с количеством ньютитных терминалов. К сожалению, тренд из 10 недель подряд роста сейчас прерван, поскольку количество Апатформ сократилось с 529 штук до 522. Это не сильное снижение, особенно на фоне последнего роста. И если уж мы с вами видели, как количество терминалов прибавляло систематично, тогда, когда котировки по бренду были на уровне 50 долларов за баррель, то, конечно же, учитывая те высокие технологии, которые используются в США, мы можем смело ставить на то, что текущие цены уж точно рентальны для этого бизнеса. Поэтому, возможно, локальная передышка, может быть, что-то локально пошло не так, но мы вернемся к тренду увеличения количества терминалов. Это значит, что мы будем говорить с вами о росте предложения. Тем, кто забыл, за последние месяцы предложение и добыча в нем в США выросло на 178 тысяч баррелей в сутки до 9. И по прогнозам администрации энергетической информации, в этом году мы с вами сможем увидеть планку в 9,3 миллиона с возможностью увеличения предложения за 9,5 уже чуть позже. То есть, если на Ливию и Нигерию мы можем еще списать в будущем факты роста геополитической напряженности, снова блокирование работы ряда нефтяных хабов, то в отношении США я не вижу сейчас никакого негатива. Поэтому использую Соединенные Штаты Америки для рынков, чтобы оправдать, в принципе, почему этот актив должен снижаться. И еще один фактор разгрузки, который, может быть, и в ключевом порядке повлиял на коррекционную динамику пятниц, это статистика по Китаю. В частности, вы все наверняка видели данные по торговому балансу. Сутки ранее, до пятницы, в четверг, мы говорили, констатировали то, что продажи легковых автомобилей выросли на 15%, там, свыше 25 миллионов штук за год, это много, это может обеспечить, соответственно, прирост потребления топлива. Но почему негативная статистика? Потому что есть еще и основные показатели импорта и экспорта. Вот, судя по последним цифрам, экспорт просил на 7,7%. Это, чтобы вы понимали, их худшее значение с, по-моему, 2008 или 2009 года. Соответственно, слабая статистика по торговому балансу для Китая, наверное, это более серьезный барометр состояния экономики, чем даже показатели ВП. Растут сомнения в том, что Китай так активно выкарабкивается, собственно, из тех экономических проблем, в которых оказался. И я считаю то, что Китай еще приведет к такому неприятному диссонансу для мировой экономики, что в целом будет подрывать показатели будущего спроса. В общем, долгосрочная идея по нефти, она остается через продажи использованы. Я надеюсь, что вы присоединились к этой сделке и разделите точно такую же позицию вместе со мной. Рубль 59,53. Я надеюсь, что снижение нефти, которое мы видели в пятницу, еще будет отыграно в рублей. Я не верю в то, что рубль настолько бодрый себя чувствует, чтобы выдержаться ниже 60 и обозначает это как исключительно временное явление. Более-менее справедливая цена и котировки в целом попали выше 60, поэтому, уверен, не пройдет несколько дней, как мы снова окажемся выше этого рубежа. Доллар японский иен, и сейчас котировки 114 ровно. Мы помним то, что на прошлой неделе американская валюта оказалась под серьезными распродажами. И если в конце прошлого года спасибо нужно было сказать Трампу за рост, то в этот раз за коррекцию. Также стоит говорить его определяющее воздействие, отмечать. Почему доллар просил? Потому что конференция Трампа не оказала того самого эффекта, позитивного, на который мы с вами рассчитывали. Но разбор полетов, который мы также провели, уже четко позволяет делать, я надеюсь, вы сделали правильные выводы. Они заключаются в том, что разочарование рынка наступило не из-за того, что Трамп рассказал про план бюджетного стимулирования, и эти планы оказались гораздо более щадящими, чем планировалось ранее во время его предвыборной кампании. Нет, разочарование рынка было связано только с одним фактором. Трамп был немногословен и просто не констатировал и не добавил подробностей по тем вопросам, по которым мог бы добавить. Это избыточные ожидания, по-другому никак не скажешь рынка. И многие участники поплатили за эти избыточные ожидания. Признаюсь, что я в числе таких трейдеров, потому что наивно полагал, что Трамп сейчас, вот еще до инаугурации, использует собственную риторику, все возможности, козыри, которые у него есть, и поддержит рынок настолько, что сможет за считанные дни обеспечить доллар ростом в район 120. Но не все так просто и быстро мы этот уровень, конечно же, не увидим. Что стоит ожидать от доллара дальше? Во-первых, у нас довольно сильная макроэкономическая картина. Это совершенно очевидно. Если кто-то из вас видит какой-то сигнал слабый по американской экономике, буду рад, если вы поделитесь в формате обратной связи, своим мнением. Но вот последние отчеты, которые у нас были еще в пятницу, уроничные продажи. 0,6% прироста, отмечено выражение с 0,2%. Индекс цены производителей. Это будущий, предвосхищающий фактор инфляции. 1,6% с 1,3% в годовом выражении. Последние комментарии представителей ФРС, которые голосуют. Это Розенгрен, Элленс, Денис Локард и Харбер, которые подчеркнули наличие оснований для трех повышенной процентной ставки. И я считаю, что этот жесткий подтекст и жесткий уклон монетарной политики сохранится. Потому что, как ни крути, все те идеи, которые лоббирует администрация Трампа, начиная от бюджетного стимулирования, кончая реформ внешней политики в области внешней торговли и системы налогообложения, в том числе и смягчения законодательного регулирования, это, конечно же, то, что должно определять наличие мощного базиса в виде более высокой инфляции и гораздо более жесткой монетарной политики, нежели ту, которую мы видим сейчас. Три повышения процентной ставки сможет разогнать ключевой параметр ДКП выше 1,5%. Вот это, конечно же, уже более серьезный стимул, чтобы оправдывать те изменения реформы, которые могут произойти. Поэтому последний вывод, который нужно было сделать на рынке, это то, что Трамп пока не разложил всему рынку, скажем так, дорожную карту, детализированную карту тех изменений, которые могут произойти в экономике США, мы просто должны понимать, что эта дорожная карта будет представлена рынку. Возможно, уже в ближайшие недели. Но вряд ли раньше инаугурации, которые у нас запланированы на пятницу. Поэтому нам сейчас нужно смириться с тем, что вот это временное затяжье, временный лаг будет использован трейдерами, которые хотят продать доллар, для того, чтобы, возможно, опустить его в район 110 йен за доллар. Но мне кажется, что этот уровень был бы очень чрезмерным. Поэтому я, особенно на текущих котировках, считаю то, что коррекция с отметки практически 119 уже серьезная, полтысячи пунктов, и пора бы уже разворачиваться, чтобы постепенно поднимать эту валютную пару с нашей с вами прежней цель. И я надеюсь, что данные по индексу потребительских цен, которые у нас на этой неделе, они поддержат идею роста доллара. Евро использует ситуацию, связанную с слабостью американского доллара, но, опять же, вот это бодрое, настоящее для европейской валюты уже подходит к концу. И если уж не доллар, то, по крайней мере, риторика Европейского центрального банка должна указать европейской валюте на более такие северные цели. Что я подразумеваю под этим, когда говорю, риторика Европейского центрального банка? Конечно же, намеки на новое стимулирование, на дополнительные этапы. И полагаю то, что уже в четверг мы получим эти свидетельства, потому что Драги придется констатировать не только ситуацию макроэкономическую, но и говорить про будущие политические риски, которых вы все знаете. Жду разворота по Европе. Фунт под серьезными тотальными распродажами. Вы все прекрасно видели, что произошло на Азиатской сессии. Мы снова возле отметки 1.20. Я настолько уверен, что фунт будет цыпаться. И дальше, собственно, продолжить снижение, что готов предложить вам сделку через отложенный ордер селл-стопа с отметки 1.19.90. Будем продавать уже с расчетом ухода в район 1.18. Даже слабый доллар сейчас не отыгрывается фунтом. Это явно говорит о том, что трейдеры паникуют здесь с грядущим, более жестким выходом ангелы и состава Европейского союза. Доллар канадец. Котировки у нас на текущий момент 1.31.31. Интерес к паре возрастает. И этот интерес обусловлен также целым рядом факторов. От ожидания более слабых данных по инфляции, которые впереди, и кончая возможным корресмотром условий торгового партнерства в рамках договоренности НАФТО. Это тоже предыдущие реформы. И тоже возможные изменения, которые будут обозначены ближайшие. Время администрации Трампа. В общем, канадец проигрывает по всем фронтам. Сейчас прекрасные возможности, чтобы покупать с целью ухода выше 1.35. Австралиец. Хотел вам рассказать про перспективы возможного банковского кризиса. Но я думаю, чтобы сегодня не затягивать, давайте отложим это уже до завтрашнего дня и вернемся к этой теме. Сейчас котировки по австралийцу 0.7479. Я воздерживаюсь сейчас от торговли этой валютной пары и жду, пока она не снесется в район 0.72. По новозеландцу, как и раньше, ждем возвращения в район 0.70. И потом уже с загадкой на доллар будем строить инвестиционные цели, уже подстраиваясь под текущую ситуацию. Американский фондовый рынок находится на максимумах. Значит, ждем более высокие ценовые значения и дальше, поскольку впереди очень много важных изменений по американской экономике. И уверен, они в первом квартале будут оказывать исключительно позитивное влияние на американскую фондовую секцию. Из важных событий сегодняшнего дня по 21.30 ждем выступления Карни. В прошлый раз он сравнил английскую экономику с игрой Дженгу. Я считаю, что это очень верное замечание, потому что любое решение, которое сейчас может быть обозначено Терезой Мэй, дальнейшее, оно фактически может разрушить всю вот эту структуру британской экономики одним неверным шагом. Об этом также поговорим чуть подробнее завтра. На сегодня все. Не забывайте, что в 16.30 пройдет наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз поговорим про все основные события прошлой недели. Хорошей вам недели, сегодняшней прибыльной сессии. Увидимся в 16.30 по Москве сегодня, ну, либо уже завтра в 9.30 на марифике. Всего доброго, до свидания.